Ну и мы возвращаемся. Возвращаемся к тому, что происходит сейчас на Киевских улицах. Снова на связи с нами Роман Бачкала. Роман, собираются ли люди расходиться или будут ночевать на Майдане? Вот буквально сейчас люди на Крещатике расступились для того, чтобы пропустить автоколонну. Машины съехали сюда в Киев со всей Украины для того, чтобы поддержать Майдан. А вообще, Дмитрий, чем ближе к ночи, тем чаще на площади звучит вопрос, где же переночевать? Еще вчера с ответом на этот вопрос, если так можно выразиться, справлялась Михайловская площадь. Там произошло буквально беспрецедентное событие в истории Украины. Фактически укрытием для протестующих стала церковь. Священнослужители открыли ворота храма и монахи расстелили буквально прямо в соборе ковры для того, чтобы там могли разместиться все желающие. И могу вам сказать, я провел прошлую ночь там же, в соборе, и это были очень трогательные мгновения. Многие просто едва сдерживали слезы. Всю ночь там правилась молитва, и люди засыпали буквально под звуки молитвы в то время, как правилась служба. И вот к утру там просто яблоку негде было упасть. И сегодня вечером ожидается, что соберется еще больше людей. Но уже для всех очевидно, что Михайловский собор не справится. И сейчас штаб протестующих находится здесь, на Майдане, рядом с Майданом, по левой от меня руку, в доме профсоюзов. Именно сюда стекаются все те, кому переночевать негде. Сюда приходят киевляне, которые приносят теплые вещи, еду, медикаменты. И стараются всячески помочь иногородним. Многих просто разбирают по домам. И вот как стало известно, создан оперативный штаб уже и в украинском доме. Ожидается, что там будет создан такой некий временный лагерь для тех, кому переночевать негде. Ну а сейчас я предлагаю послушать людей, которые прибыли сюда, в Киев, издалека. Где возьмут, где в наметовом местечке. Там Михайловский площадь и все. Пропонуют ночевлю в Михайловскому. Там есть служба, которая организовывает ночевлю в хостелах. Ну и друзья, и знакомые. Тут каждый вызначается сам по себе. Знаходят все места, где можно перебути. Кто хочет, кто и знает. Роман, спасибо. Оставайся с нами, пожалуйста, на связи. Еще поговорим с тобой о том, что происходит в Киеве. Спасибо.